К слову, трудоустройство многодетных в Алматы идет полным ходом. После запуска БАКа ТООТБАСЭ десятки нуждающихся начали зарабатывать. Это и социальные, и общественные рабочие места. Главное, бюджет большой семьи пополняется. Алтышаш Смогулова встретилась с многодетными мамами и папами, которые отныне в пределе. Скромные, работящие, а главное, ответственные. Дворником 52-летний Абай Кубжасаров хоть и работает всего месяц, однако уже успел снискать хорошую репутацию и уважение всех жителей закрепленного за ним участка. А содержит он его в идеальной чистоте. Работы, как говорит сам мужчина, он не боится. Однако трудоустроиться после сокращения не мог целых полгода. Найти временное место ему помогли в центре занятости. Понимаете, многих работодателей смущает возраст. Сейчас после 50-ти уже тяжело куда-то устроиться, а детей кормить нужно. Их-то у меня четверо. В центре занятости мне помогли. Буквально в течение месяца трудоустроили. Сейчас работаю дворником, благо живу здесь недалеко. Да и работа несложная. Хочу еще курсы переобучения пройти. Выбрал для себя профессию электрика. В центре занятости сказали, что нужно подождать, пока наберут группу. В поисках работы несколько месяцев провел и Ганебек Кураж. Вакансий и предложений, говорит, не было никаких. Да еще и специальность специфичная. Режиссер и оператор. Задумывался о переобучении. Однако в центре занятости мужчине помогли найти профессию по душе. Сейчас он также снимает ролики, монтирует и обрабатывает фотографии для компании. Да, я был очень доволен, да, что по специальности. Потому что я думал, надо будет переквалифицироваться, обучаться там поварскому искусству. Ну, таксовать мы умеем между делом. Вот, как говорится, с четырьмя детишками, как бы, особо капризничать не приходится. Хватаешься за все. И, честно говоря, было страшновато немножко, конечно, когда я потерял работу. А вот, как говорится, все, что не делал, все к лучшему. Построение бизнес-плана. Из чего он состоит? Как его формировать? Как его написать? А вот Альбина Амренова, наоборот, мечтала получить новые навыки и знания. Работала шеф-поваром, затем семья и воспитание пятерых детей. Говорит, что засиделась дома на 15 лет и растеряла навыки. Решила обратиться в центр занятости, где ей предложили отучиться на менеджера по туризму. Причем бесплатно. Ну, здесь полностью идет обширное составление турпакетов. Турагент, как должен себя вести. То есть, знание о туризме. Также, какой мы сертификат получим. Как должны обращаться. Тут же еще и немного психологии есть в ведении. То есть, полностью обширный курс такой идет. Очень познавательный. Здесь мы проходили английский язык, компьютерную грамотность. Интенсивные занятия у Альбины Амреновой продлятся месяц. После – практика. Обещает также помочь и с дальнейшим трудоустройством. За учебу еще и платят стипендию. Компенсируют также дорожные расходы курсантов. Обращение человека. Человек регистрируется в качестве лица, ищущего работу. После чего, в течение 10 рабочих дней, центр занятости подбирает ему постоянное рабочее место. В случае, если в течение 10 рабочих дней мы не смогли его трудоустроить на постоянное рабочее место, он получает статус безработного. После чего, мы направляем его на активные меры. Это общественные работы, молодежная практика и социальные рабочие места. И краткосрочное обучение. В рамках городской программы «Бахаттоотбасы» на трудоустройство, переобучение и молодежную практику выделены дополнительные квоты. Чтобы получить помощь, достаточно прийти в центр занятости с удостоверением личности и адресной справкой. К слову, за три месяца сюда обратились 317 из малообеспеченных и более 200 человек из многодетных семей. Реальную помощь получила уже половина из них.